добрый вечер еще раз и сейчас мы начинаем последнюю лекцию нашей научной школы и я очень рад представить виталия львовича дунина барковского можно сказать одного из крестных отцов или как сказать наиболее признанных ученых в области которым рассматриваем в области нейроинформатики нейронных сетей в советском союзе и в россии вот и у него очень интересная тема доклада про то как связаны реальные нейронные сети и глубокое обучение по-русски правда ну хорошо но слайды на всякий случай здесь по-английски и тема здесь обозначена так сказать как связаны успехи вот этого самого бурно шествующего глубокого обучения со всем предыдущим ну и больше всего меня волнует проблема вот ту которую вопрос который я зал 1 борта а что на горизонте общего интеллекта видит ли он что-нибудь и как она дальше будет так значит вот лекцию я начну с некой отдачи дани моим учителям здесь вы видите михал моисеевич бонгарда который первое вообще дело такие узнающие программы которые потом стали ну вот типа им очень нет а и вопросов те времена оказались совершенно немыслимы неужели когда-нибудь машина отличить кошку от собаки в общем сейчас это все очень быстро делается но уже тогда начало это более положено дальше здесь вот израиль моисеевич гельфанд это выдающийся советский и российский и американский я бы сказал и израильский математик который занимался не только математикой а он отец такой вот современной нейрофизиологии советском союзе у него было нейрофизиологической лаборатории туда я с физтеха пошел и в числе моих руководителей был вот михал львович цетлин а берта в начальных своих работах писал что вот достаточно значительный круг идей он по заимствован воспринял от михал львович цитлина еще на следующем слайде изображены два человека это вот в конце пятнадцатого года вышедший от нас алексей яковлевич червоненкис и владелец здравший владимир наумович вапник они авторы так называемой размерности вапника червоненкиса и саппорт вектор машин самая успешная распознающая система которая была до тип до дипломинга но и дальше значит вот план лекция но я прочесть история будет потом немножечко про то чем мы занимались и как она связана вот с современным успехами глубокого обучения вот лили краб и павлов принципов и дальше некоторые современные работает просто обзор современных работ здесь будет по поджо поджо он значит вот опять таки связь времен позже был но вместе работал с дэвидом маром дальше значит о том как глубокое обучение помогает понимать переработка физиологической информации я минс и вот интересные мысли макса тег марка о том как связаны общие проблемы физики и успехи глубокого обучения дальше вот это самое немножко развития так называемого случайно обратно расстояние ошибок и заключение о том что может быть общий интеллект не так далек от нас как многим кажется соответственно вот исторические комментарии но основной тезис который я пытаюсь здесь продвинуть что собственно интеллект вещь в очень существенной степени механическая и механические и первым кто это начал понимать была леди лавлейс первый программист дочь это самого байрона которая для машины бэбиджа писала программы и понимала что видимо так из компьютера может появиться интеллект вопрос какой-то комментарий если комментарий то я буду рад да следующий человек вот здесь немножко нетрадиционно нарисован это иван петрович павлов я считаю что его роль действительно в современных успехах огромна он но я дальше немножко больше про это скажу но он так сказать вот своим механизм изучением механистического понятия вот этого самого исследуем экспериментальным условных рефлексов решил что может быть все остальное из этого следует но кажется он был прав и следующий механицист это значит алан тьюринг потому что мы знаем что очень многое из того что делается она основана на машины тьюринга машины тьюринга так вот посмотреть это вообще непонятно что она делает ничего не делает а тем не менее стоит в основе всего того что вычисляется и видимо и мыслится значит это первая историческая так сказать линейка 2 вот здесь правда у меня испаноязычная надпись про нейроны макалака и пицца вот оба здесь и макалак и пицца 1943 году они нарисовали очень примитивные такие квадратики которые оказывается чего-то все умеют делать на самом деле они могут реализовать любой конечный автомат и в каком-то смысле делать более менее все что и из этой самой статьи более менее выросла вычислительная техника далее оказалось вот опять-таки deep learning показывал что эти самые простые тривиальные нейроны они может не столь тривиально они и дальше могут что-то помогать делать ну и следующий пионер очень важные нужно это фрэнк рейн блат который нарисовал первый перцептрон который умел вообще вот просто сам отличать горизонтальную линию от вертикальной исходно не умеет это делать но обучался более сложных задач к сожалению перцептрон не решал но это было достаточно интересно в 57 году дальше вот как вы знаете успехи deep learning они вас в очень сильной степени основана на обратном распространение ошибок и на этой фотографии здесь вы можете видеть и михаил сергеевич и меня но главное здесь вот это центральная фигура александр галушкин который вот к сожалению с октября месяца прошлого года нет простите с ноября уже нету меня свое время попросили представить его на пионерскую награду айтрепылы за изобретение backpropagation значит в самом деле его статьи были пионерские в этой области но правда честно говоря это само по себе метод он как-то наверное из разных источников появлялся пионерскую награду дали другому но в общем во всяком случае есть очень серьезное мнение считать что александр иванович был просто одним из первых но источником этого метода он мне рассказал что послужили как раз идея розенблата на следующем слайде можно видеть вот я не знаю многие из вас знают что такое сети хопфилда что никто не знает а вот да носите хопфилда изобрел дэвид мар за 11 лет до хопфилда и и как я не пытался доказать джону хопфилда вот здесь мы с ним в десятом году он ссылается на мара насылается не на ту статью где описано сети хопфилда почему-то и так и остался тем не менее вот сетях очень важны а сам хопфилд он не остановился на своих сетях у него много дальнейших интересных результатов по нейронных системах а вот такую жизнь обратного распространения ошибок и некоторую новую весну всему распространение ошибок далее вот эти два человека мак лиланд и румельхарт ну вот с румельхартом я встречался его вы тоже уже нету я узнал что его сразила такая болезнь хикса жуткая штука вот а мак лиланд старше но кажется его тоже уже нет значит теперь но вот собственно новые времена начались с этой самой статьи в на вечере этого самого вот ликуна бенжио и хинтона опять-таки прошу прощения с лику нам и хинтона встречался несколько раз в разных местах а с бенге встретились только один раз вот на при два хакатона назад вот первый который михаил сергеевич организовал бенге у нас был по связи было очень интересно с ним встретиться и поговорить дистанта значит вот это предыстория дальше я немножко расскажу вот о нашей так сказать лаборатории обратного конструирования мозга которая мы она до сих пор еще висит на сайт и более того вот у меня есть где-то приказ ректора мфт о том что в этом здании там комната 630 по-моему отдана лаборатория обратного конструирования мозга мфт и такая намечалась лаборатория но вместо так сказать несколько раз намечался в конце концов успешно организовалась лаборатория мигал сергеевича бурцева значит вот дэвид марк жил видите ли не очень долго и он в своих вот трех основополагающих статьях но открылся тихо филданы достаточно много еще чего а почему в честь его так сказать мы лабораторию обратно конструирования создали значит у нас с ним была переписка в семьдесят третьем году я просил разрешение издать его книжку но в общем там не получилось издать книжка вышла потом по-английски через 20 лет после его смерти и только что вот его вдова мне сказал книжка переиздана и новые издания там интересно ему можно читать потому что много про то как мозг устроен ну и вот значит в память его в одиннадцатом году мы организовали такое вот ну бы 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 были спонсор марки за ради лаборатория здесь она период максимального расцвета в тринадцатом году задача лаборатория было собрать все что известно про мозг и начиная с пятнадцатого года приступить к созданию общего искусственного интеллекта на основании знаний о мозге мы кое-что значит вот начальные этапы какие-то работы сделали с этим делом путешествовали по свету здесь вот два таких главных сотрудниками лаборатории больше всего наделавшие по веру в раннее время это яков карандашев и ксения соловьева тут в разных местах соединенных штатов значит что мы делали в частности это были нейронные сети которые отображали внешнее пространство ксения сделал какую-то некоторую работу по отображению там непрерывных многообразий пространства на активность нейронной сети я даже покажу некоторое интересную если получится если получится вот в чем мы были пионерами и это правый да мы создали значит здесь просто нейроны и активность распространяется по нейронов от нейронов всего 300 и вот кажется что активность здесь как-то вот сначала шла аккуратно распространяется по нейронов а потом куда-то ушла но она никуда не ушла а просто в данной сети количество состояния по которым гуляет активность в три раза превышает количество нейронов сети и это мы в свое время сделали для того чтобы так сказать решить так называемый парадокс нейронов бабушки нейроны бабушки можно найти только потому что их очень много а если их очень много значит на каждое понятие должно отводиться много нейронов а если много нейронов то вообще хватит вообще нейронов мозгу вот мы таких достаточно простых модельных экспериментов показали что количество состояния количество того на что отображается может быть сильно больше чем число нейронов несмотря на то что каждое понятие каждое это кстати элемент пространство отображается активностью многих нейронов вот да ну значит вот для 300 нейронов можно в три раза больше сделать состояние на которое отображается а для 10 5 нейронов в тысячу раз больше таким образом в общем как бы решается такая задача его вот показали что такие волны могут быть в мозгу ну и соответственно ой пардон я другой и эти волны еще можно тоже увидеть а вот здесь увидеть другим образом значит что интересно что в данном случае это простые нейроны макалака и пицца и тем не менее вот здесь можно видеть опять таки этих самые 300 нейронов а длина есть количество состояния по которым бегает волна и вот волна бегает совсем похоже на то что как будто бы она совершенно физиологическая но она не физиологическая такая макалака пицца вская и позволяет так сказать вот достаточно расширить возможности систем которые делаются ну вот мы заявили свою эту программу в одиннадцатом году в судаке тогда украинском а потом еще в в одиннадцатом году это же было представлено на конференции нейроинформатикс 2011 в этом самом в бостоне значит вот где мы обещали сделать свое вот начать работу над общим интеллектом где-то в 15-16 году и дальше за 35 лет ее реализовать в качестве общего интеллекта а чё это она ладно поймал сейчас я все поехал так все так ну соответственно в один в двенадцатом году мы заявили на конференции по нейроинформатике что такая программа существует вот яков карандашев показал что опять-таки сети могут быть и с дискретными астракторами все равно полезно то что они сети хопфилда отображают мир они просто одиночные нейроны значит в апреле прошлого года мы так сказать отчитались о многолетней работе в лаборатории мара и значит вот этот самый антон владимирович чижов сказал что работа следует признать удовлетворить мы можем и какое-то количество публикации вот в начале прошлого года вот это вышла публикация фронте и не расстанет от много разных других на конференциях и прочую последнее по мемористером тоже интересный объект значит уже напечатано в нейрокомпьютинге и со средством машин массовой информации на разные такие темы общались вот в тринадцатом году нас собрал виталий третийков чтобы разобраться скоро ли появится интеллект или не скоро заключил он свое заседание здорово но слава богу я понимаю что до интеллекта еще очень далеко вот но у миха геевича овот из со средства массовой информации сообщение сильно больше теперь значит когда мы работали вот и искали принципы работа нервной системы это время ребята еще тоже приносили все сведения о том что делает искусственный теле и уже в двенадцатом году стало ясно что появилась эта самая и мощь нет которая совершенно потрясающе чего-то делала я говорю ребят это хорошо что и мочи нет но она работает на таких примитивных нейронах и настолько не похоже на что на что-то нейронное и кроме этого бэк пропагэйшн абсолютно физиологически не реализуем по моему поэтому забудьте ищите другие принципы организации нервной системы которые делают вообще вот позволяет нам думать значит искали мы искали а и в конце концов и доказалось что в четырнадцатом году вот никто лили краб вот я статью здесь его показываю она 2 ноября четырнадцатого года была напечатана показал что в общем то обратное распространение ошибок вот в том виде в котором вы его сейчас очень сильно используете она не обязательно что есть методы которые позволяют его обходить вот так называемые random back пропагэйшн он впервые его это у применил этот термин надо сказать что статья это есть только в архивном варианте никто ее до сих пор почему-то не не принял к печати или авторы я не падали в печать или еще что-то это вот вопрос о том насколько важно печататься в престижных журналах но вообще-то сильно важно для карьера но для науки видимо не совсем так и значит в этой работе пропагэйшн вы сами знаете что такое а вот то что сделал собственно лили краб он просто подавал сигнал об ошибке не через вот те связи которые вызывают возбуждение выходных нейронов а просто брал случайные связи вот на выходе смотрю какая ошибка но он подавал не скалярный сигнал типа реинфорсмент ленин а точно что вот во многих местах есть несовпадение на там кошка там обознает счается тысячи битами и собака тысячами вот кошки биты и кошки с вами вот несовпадением во многих битвах вот это все несовпадение через случайную сеть подается внутрь нейронной сети и окажется шанай в этом случае учится и вроде как неплохо учится и вот тут собственно и и пришло такое понимание что на самом деле вот то обучение которое сейчас получается который эффективно это в каком-то смысле ну не в точности подтверждения того что какой в каком смысле это подтверждение того что предположил павлов что именно вот за счет изменения простых связей в конце концов строится поведение строится психическое поведение человека но и вот эту собственно вот этот принцип комбинации того что он предлагал и того что мы сейчас имеем можно сформулировать в виде такого принципа павлова состоящая в том что сеть из нейронов она если ей внутрь сети подавать детализированный сигнал ошибок и связи сети менять под влиянием их этих ошибок при этом не очень существенно как именно есть много разных способов это делать вот как мы на лекции по оптимальному поиску минимума математик с презрением сказал на это что не интересно там много минимумов чего чтобы искать но вот оказывается любой из этих минимум годится и в результате сеть научается делать то что она делает при этом становится понятным почему например нервная система человека и нервная система кальмара обе обеспечивает достаточно эффективно и разумное поведение этих существ но может быть человек чуть более разумной точно не знаю осьминоги очень творческие существа хотя между нервными системами их нет ничего общего кроме того что там и там есть мир значит вот такой принцип павлова он может быть позволяет ну более-менее разобраться с тем что происходит и кроме того позволяет может быть применять в задачах обучения ну что то что наработано в нервной системе я думаю что наилучшие примеры как раз были предыдущие лекции эндрюберта видно что человек очень глубоко подробно и в деталях думал о том что он как устроена вот мотивационная система думающей конструкции в частности человека и животных то есть это одно из тех мест в которых полезно понимать как мозг работает но здесь просто приведена статья она покажешь еще в сборнике статья где мы пытались значит прямую реализовать вот это самый принцип павлова для того чтобы что-то реальное делать единственно я два слова скажу про эту конкретную работу значит чем она она ну так ничего особенного там интересного нет результат пока слабенький единственно что мы взяли в качестве задачи с которым мы работаем вот вот обычно во всех задачах обучения там много раз прокручивается один и тот же материал обучения а мы взяли задачу в которой прокрутить материал невозможно мы сейчас сейчас плепчат мы взяли задачу определение симметрично или несимметрично является вектор длины бинарный вектор длины 100 его поскольку число сочетание так сказать вот из 50 по 25 по 25 оно актуально бесконечно то мы не можем весь материал показать а просто вот путем такая модельная задача к этому может быть удобно для того чтобы работать как бы с реальным миром в котором число вариантов того что делается бесконечно тут у меня все убежало назад так далее значит тут появляется еще один человек связанный с дэвидом маром я забыл сказать что джеффри хинтон он является лауреатом премии имени дэвида мара а вот томе писал статьи вместе с маром и вот замечательно его появилась статья в пятнадцатом году как раз первая статья в которой цитируется неопубликованная работа лили крапа ну опубликованная неопубликованных журнале или вообще в каких-то признанных средствах массовой информации опять-таки он смотрит насколько важно условия симметрия связи он впервые обзывает это свойство симметриям связи действительно как говорится сигнал прямой в нейронной сети проходит по каким-то связям а обратно идет по сопряженным связям по транспонированной матрице ну и вот вроде бы действительно оказывается что это не обязательно так и поджио такую теорию подтверждает далее вот в связи с успехами этих самых имидж нет а как-то появилась работа в которой мы взяли и тупо сравнили многослойную нейронную сеть и то каким образом преобразуется информация в зрительная информация в мозгу человека ну вот здесь два пути один мозговой другой искусственно-нейронной сети и когда брали нейроны вот на соответствующих уровнях в искусственной сети и в естественной сети рецептивные поля нейронов были ужасно похожи при этом специальные были предприняты усилия для того чтобы понять что дело здесь не только в том и и даже не столько в том что на вход обеих этих конструкций подаются ну более-менее одинаковые сигналом в том что изображение так сказать из реального мира а вот какие-то еще есть вот вроде бы при том что изображение должно быть удавались такие возможно абсолютно другие способы создания преобразования такой информации а тем не менее в реальной жизни получилось так же как и здесь то есть вот это еще один аргумент к тому что видимо других секретов в нервной системе кроме вот эффективности систем глубокого обучения нету но вот это детально прослеживается на этих самых коллекционных матрицах сигналов высокого уровня ну и рисуется схема в которых понятно почему на самом деле непонятно до сих пор не очень понятно почему же вот именно этот нейрон заставляет нейроны слоистость делают эти конструкции похожи но так оно и есть ну и далее вот в августе прошлого года ну мы обнаружили это в сентябре появилась статья которая связывает вопрос эффективности нейронных сетей ну искусственных нейронных сетей вообще в принципе с физикой мира но грубо говоря значит но вот этот комментарий на эту статью появился в MIT каком-то да вот emerging technology from да это в MIT вестнике каком-то а вот сама статья сама статья про то почему значит дешевы и эффективны эти самые почему глубокие и дешевые нейронные сети так хорошо обучаются ну и вроде бы значит с привлечением достаточного количества тяжелых теоретических аргументов автор говорит что видимо вот структура мира она иерархична но у нас есть молекулы атомы значит жизнь человек земля солнечная система планеты галактики вселенной и тут то же самое прослеживается ну и какая-то еще более глубокая связь связана с тем что описывается вот этими самыми нейронами но суть еще может состоять в том что мы видим то что мы видим и видим тем чем мы видим а видим вот такими элементами которые есть при этом значит вот само искусство создания таких искусственных систем но с одной стороны мы можем конечно опираться на такую филигранную и очень высокоумную работу которую нам представил на пред предыдущие лекции вот человек из математики который вообще считает все что не доказано аналитически просто неинтересно бессмысленно а мы и природа которая нас создавала ей на самом деле плевать был там доказано теорема необходимости не доказано главное получен или нет конечный результат значит вот теорфизиком я давал посмотреть сам я в теорфизике не не шибко разбираюсь кроме вот этого самого функции энергия хопфилда как гамильтониан для нейронных сетей я дальше наверное не сильно пошел но в общем теорфизики раскритиковали эту работу потому что там было очень мало вот таких хороших уравнений которым трудно ломать голову там просто соображения соображения как не очень любит ну теперь еще вот в по неопубликованной работе лили крапа появилась только что достаточно подробная статья доказывающая что все таки понимаете когда лили крап один появился у меня там из формула до славы достаточно сложная и и результат непонятно верить ему не верить но вот по его следам пошла уже достаточно тяжелая артиллерия которая значит говорит что нет действительно вот эти самые случайные сети они работают не нужен детальный backpropagation и более того даже самой первой работе вот этого самого лили крапа по обратному распространению без без распространения так со случайными связями они конструкции получается что они быстрее сходятся там вообще некая мистика но вроде как получается что тем самым у них реализуется квадратичная оптимизация а не линейная так детали и не проследил как это делается но вот если такая такое мнение но и вот статья позднейший это мнение подробно развивается с формулами которые очень красиво смысле сложные ну и я перехожу к заключительной части которая значит про то что наверное этот самый интеллект уже довольно быстро но перед тем как к этому перейти я еще расскажу о пожалуй даже о двух интересных работах джона хопфилда которому значит который 33 года и в день 80-летия он напечатал вот эту статью статья про то а как вот мышь думает как ей найти место куда куда ей хочется пойти но значит и таки это мышь у него на рису нарисовал я настоящая у него может что называется кремниевая но это же и кремниевый то никакой нет просто компьютер значит вот в компьютере он решает такую задачу мышку может жить в разных лабиринтах в разных условиях в нескольких комнатах и в этих комнатах на стенах обои и прочее много разных признаков так что каждая комната она может освоить ее периодически пускают в разные комнаты а потом в какой-то в один прекрасный момент мышь доводит до очень сильного состояния жажды и начинает в одном из мест где она находится начинает ее поить начинает пить и ее в момент когда я сделал первые глотки забирает из лабиринта варварские а потом помещает как вот куда-то в один из лабиринтов которым она в которых она в принципе бывала и это самая хопфилдовская мышь ведется таким образом она сначала замирает в этом лабиринте и дальше если это тот лабиринт в котором ее только что поили она прямо не 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 нерывская ничего прямо идёт к тому месту где ее пойми а если это не тот лабиринт где ее поили она никуда не идет а сидит на месте вот такую конструкцию хопфилд предложил она достаточно просто устроена сама по себе основана вот немножко на том что я рассказывал про сети которые представляют пространство значит в этих сетях представляющих пространство вот хопфилд первое открыл такую конструкцию что сети может одновременно и представлять пространство и позволять в этом пространстве распространяться волнам таким как в самом пространстве ну вот например по степи если степь покрыта значит высыхшей травой то там поджог и бежит волна вот значит по пространство волна такая может ходить а значит вот эта задачка мыши решают таким образом она пускает волну из того места куда ей надо прийти и эта волна значит она идет по тому пространству которое отображено в мозгу мыши если это пространство вот таком то в которой ее поили то значит то есть то есть если мышь находится в данный момент в той комнате в в которой ее поили то до нее дойдет эта волна до нее дойдет волну мышь сообразить что ага я в правильном месте нахожу а дальше по волне волна прошла она оставляет какой-то след и по этому следу она прямо непосредственно идет туда куда надо если это не та комната то волна до нее не дойдет и она никуда не пойдет значит вот это у него проиллюстрю на красивых примерах и дальше значит то что известно ну вот решение задач мышей или других зверей но может быть в основном связано с задачами типа ориентирования на местность то есть представление в их мозгу того что они видят тех пространств которые они видят а мы как известно значит потомки тех кто 50 тысяч лет назад изобрел слова а слова это нечто что создало дубликат мира полностью дубликат засорение мира некоторыми засорили засорение так сказать воздушной среды волнами так сказать очень сильно генерируемыми людьми ну вот эти самые волны позволили значит построить дубликат мира и таким образом значит люди помимо возможности вот которая была у мышей двигаться по пространству для того чтобы найти свои цели могут двигаться по пространству состоящему из слов для того чтобы решать задачи ну видимо таким же образом таким мыши вот в лабиринте могут найти свои цели я думаю что это все что я хотел сказать еще я или слышали хотел добавить что ну на самом деле начиная с 2011 года мы еженедельно проводим скрининг всего того что сделано по нейро наукам и искусственному интеллекту в мире за неделю но начиная вот с конца 15-го года мы это делаем в агентство стратегических инициатив по вторникам начиная с пяти часов и просьба тех кто интересует интересуется тем как сделать достаточно быстро интеллекция туда приходить и пытаться значит делиться тем что сам узнал может быть коллаборация стал вступать с теми кто там находится вашим такой такая тусовка которая обсуждает свежие новости в этом направлении и хочет двигаться дальше вот все спасибо 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 спасибо